Алексей Косоруков, Твереград. Скажите, пожалуйста, при обсуждении вот этого решения, изменения, да, в положении повышения ставки земельного налога, вы промолчали после того, как Иванов выступил. Вы, может быть, и проголосовали против, да? Но когда предложили депутатам высказаться за они или против, все промолчали. И вы, и Шишков промолчали. Почему вот тогда вы не выступили, почему вы ничего не сказали? У меня уже была сформирована позиция голосовать против всех подробностей. И, конечно, я могу сейчас сказать, я, может быть, до конца и не знал еще, но позиция голосовать именно нашей партии, именно за повышение этой ставки налога, у меня была уже тогда сформирована. И, соответственно, на заседании Думы я проголосовал против. Почему вы не высказались? Потому что не успел разобраться в вопросе. Я его знаю. Они подсовывают документы, голосуют. То есть, несмотря на то, что вы не успели разобраться в вопросе, вы проголосовали против, да? Но вы не высказались, да? Я не высказался. Промолчали. Потому что суть вопроса иногда нам приносит, и мы не всегда можем в большую пачку вопросов, да? Но сейчас, как только возник проблема, мы сразу же оказались здесь. Ну, то есть, получается, после драки кулаками машется, да? Почему? Смотреть всегда можно. Антон, мне всегда можно. Да. И... Если бы я проголосовал за, то что... На сегодняшний день человек придет, мы примерно скажем. Дайте им, правда, этот закон приняли. Это вообще... Если вы не с вами недовольство выражаете, они должны идти. Почему я сейчас это говорю? Вы меня послушайте. Не из-за того, что мы сейчас вскипели. Это все должно происходить по закону. Я говорю это потому, что если наши многоуважаемые депутаты не смогут нас отстоять, мы разворачиваемся, тогда этот народ, которого мы не позвали, не скажут. Это они придут и скажут, мы не будем эти деньги платить. Хаос потом еще начнется. То есть, вы каждый председатель просто выйдете из своего рабочего места и пойдете, правильно, к себе домой. Так что приготовьте механизм того, что разговаривайте, беседуйте со своими членами кооператива, чтобы все были в курсе, что у нас ожидает. И худшее, и лучшее. Правильно я говорю? И по-моему, вам, если мы соберемся и поддержим свое же дело, вы не смейтесь, я серьезно говорю. Если мы сейчас просто сидим, приехали, встали, ушли, нет. Так не надо. Поддержим своего представителя, пускайте вместе дружно. Они же тоже должны почувствовать, что мы хотим, а не они пришли сюда. Тем более, они озвучили, сейчас они пришли, не пияриться. Правильно? Вы же так сказали. Они пришли решать. Давайте тогда и мы под ними свои, извиняюсь, копы, соберем свой народ, который мы должны собирать на тех же конференциях на это, научимся это делать. Тогда будет нормально. Я не говорю насчет Франции и переоборота. Но чтобы и нас увидели, чтобы мы не бараны, а пришли туда и встали. Сколько соберем, сколько и будет. Я заучил этот вопрос. Вот, подобный губернатор ведет прием, некачественный обладающийся, слава, голодцы проваливаются. Пусть он со мной выйдет, и я вам скажу, что это не надо.